Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, наши дорогие казахстанские автолюбители! В будни мы все чаще встречаем и покупаем малометражные автомобили. По каким же соображениям? Во-первых, на них налог маленький. Во-вторых, с целью сэкономить наши денюжки на топливо. Сегодня в программе про авто мы представим вашему вниманию маленькую миниатюрную машинку южнокорейского производителя Kia Morning. А оставит ли она вас равнодушными или нет, вы узнаете сегодня в программе. У нас в стране на производитель концерна Kia имеется большой спрос. Компания Kia Motors с корейского «выдти из Азии в мир». Это старейший корейский производитель автомобилей со штаб-квартирой в Сеуле. Сейчас компания Hyundai Kia Automotive Group является пятым в мире по величине автопроизводителем. Она изготавливает более 1,4 миллиона автомобилей в год на 14 производственных и сборочных площадках в 8 странах. Компания Kia тогда под названием Kingsang Presence Industry была образована 15 мая 1944 года. Сначала на небольшом заводе в Янгдеонгпо, что сейчас находится в южной части Сеула. Фирма занималась производством велосипедов, запчастей к ним и промышленных товаров. А позже начала выпускать грузовые и легковые автомобили. Киевушка моя родненькая, ты такая малюсенькая и компактная. На ее фоне даже я кажусь таким огромным и большим. Kia Morning Kia, Picanto, узбекские Deo Matisse, Honda, Jazz. Все они из сословия, скажем, малометражных автомобилей. Ну и здесь все понятно. Большинство людей, которые предпочитают этот автомобиль, это женский контингент. То есть девушки и тетушки. Давайте сейчас заглянем в багажное отделение. Ну вот, пожалуйста, его можно заполнить лишь продуктами питания, да и только. Машине-то отроду 6 лет она практически новая. Поэтому, мне кажется, любителям малометражных авто она очень понравится. Что касается кузова, автомобиль имеет в обойме хрустальные светодиодные фары, заводские шины на 13. Несмотря на размеры, имеет высокий клиренс. Kia Morning второго поколения начали выпускаться с 2011 года и по сей день. Салон сделан очень просто и примитивно. Те изделия, которые здесь, они как бы выдают стоимость автомобиля. Звуки, которые можно услышать в салоне, они говорят о том, что машина, ну скажем, сверхбюджетного класса. Если, конечно, отодвинуть сидение назад до упора, только в такой момент я могу поместиться в салоне. Регулировка вперед-назад. Машина такой, скажем, средней комплектации на коже. Кстати, также здесь есть что? Здесь есть печка, есть кондиционер, камера заднего вида, полный электропакет. Ну, позади, не сказать, что большое такое, знаете, пространство. Ну, трое людей, таких средних, поместится. В этой машине нет ничего лишнего. Она снабжена передним подогревом сидений. Есть парктроники, аудиосистема, МП-3, иммобилайзер, центр-замок, СРС и АБС. Все это входит в комплектацию южнокорейского автомобиля. Ну что ж, друзья, с кузовом, с интерьером Кии мы разобрались. Смотря на нее, хочется сказать, просто язык не поворачивается сказать, давайте сделаем тест-драйв. Но время настало. Мы сейчас находимся в горной местности. Прокатимся на ней по неровностям и посмотрим, насколько ее хватит. Так как, ну, мы привыкли просто к городскому режиму и все на ней ездят именно в городе. Но попытка не пытка. Мы поехали. Вроде бы, на первый взгляд, малометражка не внушает надежности в таких экстремальных ситуациях. Но, что интересно, по неровностям она ведет себя уверенно и очень устойчива за счет клиренса и своей компактности. Ну, мы, наверное, сейчас не будем разгонять ее до 100 км в час и проверять ее на скорость. Ну, сами понимаете, под капотом 1 литр. Но в городском режиме, я отмечу, что она ведет себя очень хорошо, комфортно, маневренная очень. И самое главное, если вы где-нибудь паркуетесь и остается совсем мало места, поверьте, вы влезете в него. Типичный такой городской автомобиль. Ну, так как на ней не разгонишься, во всех смыслах этого слова, не выйдешь на рыбалку, не на охоту. С точки А до точки Б она точно вас довезет. То есть, с работы до дому. В этой машине самая главная экономия. Ну, в принципе, практичная. И подойдет для каждого городского жителя и доставит в какой-то мере удовольствие. Продолжение следует... Диму, добрый день. Как дела? Отлично. Ну, вот сегодня у нас на обзоре Kia Morning. Сейчас давай пройдем по кузовной части. Диму, у тебя есть толщиномер? Давай мы сейчас пройдем по кузову и посмотрим, в каком состоянии на кузове. Окей, давай посмотрим. Не вооруженным глазом сразу видно, что машина участвовала в ДТП. То есть, если обратить внимание на крышу, особенно на левую сторону, на сторону водителя, видно вздувшаяся шпаклевка. То есть, ну, очень грубо сделана машина. То есть, и видно, что серьезное ДТП было. По капоту видно. То есть, капот весь крашеный и имеет волны. Это низкое качество кастоправных работ. То есть, сейчас уже посмотрим конкретно по деталям. То есть, какие детали окрашивались, в каких местах толщина превышает норму и вообще какая толщина. Ну, давай измерим, да? Да. Начинается, конечно, все с крыши, потому что крыша, как бы, больше всего целая. То есть, здесь по параметрам 1565. Это микрон. Это очень много. То есть, это превышает порядка в 30 раз. В 30 раз? То есть, то, что должно быть. Сколько должно быть? Здесь должно быть в районе 120. То есть, зад уже 178. Дверь просто окрашена без толщины шпаклевки. Задняя, передняя дверь. Я проверяю в нескольких местах, чтобы было более-менее точно. И с крыши на мся. Конечно. 1805. То есть, ну, сразу видно, что машина участвовала в ДТП. Вот эта вздушившаяся шпаклевка, это говорит о том, что мастера, которые выполняли работу, именно малярную, костоправную, отнеслись недоброкачественно. И каждый, кто человек покупает машину, он, крашеную машину, он должен понимать, что если работа выполнена правильно, все нормы и указания в инструкции соблюдены при нанесении шпаклевки, при просыхании, то эта краска будет стоять на машине, будет служить. То есть, если какие-то параметры не были соблюдены, результат будет вот такой. То есть, машина может за полгода лак слезть, может шпаклевка потрескаться. То есть, это очень важно. Хотя относительно машина практически новая, А для того, чтобы ударить машину, много времени не надо. Вот такой параметр, вот такой параметр, когда прибор показывает, вот, 2000. 207. Да. Ну, видно, да, в общем, то есть, машина была в хорошем ДТП, то есть, даже если вот так вот посмотреть, по ребру, которая была сделана, вот здесь вот его слепили, слепили и шпаклевки. Из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Слепили со шпаклевки, покрасили. То есть, если на волну сейчас посмотреть со стороны, то сразу будет видно, что волна плывет. Это все шпаклевка. Если сейчас в нормальном центре красить, ну, где более-менее нормально красят, то есть, это полторы тысячи долларов. Это за легковую машину. Если брать джип, то это еще дороже. И это несмотря на то, что если какие-то повреждения есть, потому что сейчас детали дорогие, поэтому это не мелочи, это общее состояние машины. Поэтому нужно за всем и за этим смотреть. Значит, покуда вот здесь крабл большой, да? Да. Дима, что может вызвать под капотом у людей или у владельца недоумевания? Или на что он должен обратить внимание? Недоумевание может вызвать, конечно, слишком маленький мотор, большое пространство, маленький мотор. Три цилиндра? Да, три цилиндра, один литр. То есть, машина в целом, она хорошая, надежная. Но покупатель, каждый человек, который покупает эту машину, должен понимать, что эта машина только для города. То есть, машина, у нее вес, если дойдет до 900 килограмм, это хорошо. Поэтому машина легкая, трассы для нее, это катастрофа. То есть, поток встречного ветра от любой проезжающей машины может привести к печальным последствиям. То есть, выкинуть с трассы. На современных машинах, на всех, уровень проверяется именно так, на горячую. То есть, машина нагревается до рабочей температуры, глушится мотор. В течение минуты стекает масло и потом проверяется уровень. То есть, то, что было раньше на советских машинах, на этих машинах уже не проходит. Потому что здесь все системы, то есть, если взять, например, гидрокомпенсаторы, для того, чтобы он работал, он должен накачаться, гидронатяжителем должен накачаться. То есть, везде должно раскидаться масло. Только тогда уровень будет точный. То есть, здесь сразу видно, что необходимо менять подшипник ступицы. Колесо люфтит, болтается. То есть, его сразу слышно стук. То есть, при езде это будет чувствоваться в качестве стуков. геометрии, соответственно, нету. Машина может плавать. И так ездить небезопасно. Как и все машины, в первую очередь осматривается двигатель на предмет утечки. Сразу видно, да, что поддон двигателя подтекает, лобовая часть двигателя тоже имеет подтеки. Это антифриз красного цвета. То есть, с верхней части где-то подтекает. Поддон нужно пересаживать на герметик. По лобовой части нужно будет смотреть. Скоро всего, это помпа. Режим. Тормозные диски выработки не имеют. Колодки еще половина, 50% износа. Очень проста в обслуживании. Дешевая. То есть, даже если всю ходовую часть поменять, я думаю, в 200 тысяч можно поместиться и перед, и зад. То есть, это для нынешних времен очень дешево. А ты сейчас говоришь вместе с работой? Я говорю с запчастями. С запчастями, да. Задняя часть у нее еще проще, чем передняя. Имеет балку. Единственное, что не любит балка, это перегрузов и больших кочек. Больших ударов. То есть, балка, она так же, как любая деталь, она выходит из строя. Балка может просто искривиться. Равнять балку, ну, я думаю, что никто ее не равняет, ее просто меняют. Также имеются два саленблока, то есть, сейчас визуально видно, что они целы, имеют небольшие трещины, но это рабочая ситуация. Ну, в принципе, Дима, мы разобрались с технической характеристикой машины. Ты тоже как-то посмотрел, да? Что бы ты посоветовал автовладельцу данной машины? В следующий раз покупать машину, загонять машину, найти диагностику перед тем, как покупать. Потому что, если бы человек пригнал такую машину на диагностику перед покупкой, я думаю, он бы ее не купил. Потому что кузов и тем более свежесть этой машины, ну, это очень большие вложения. Сейчас, если переделывать весь кузов, все красит, это очень дорого. Поэтому, дорогие друзья, вы должны обратить свое внимание перед покупкой именно на техническую сторону. Прежде чем покупать машину, нужно заехать в станцию технического обслуживания, обратиться к специалистам, которые знают язык. ну и все, в принципе. А так, в общем, машина неплохая. Если вы располагаете определенной n-ной суммой, которой, которая будет достаточно в приобретении данного автомобиля, пожалуйста, езжайте на автобарахолку или покупайте ее и ищите в интернет-пространстве. Ну, а с вами была программа про авто. Самое главное, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Увидимся на следующей неделе. Все, спасибо, Дима, давай, счастливо. Мы поехали. Давай. Субтитры подогнал «Симон»